я собираюсь вам рассказать каким образом в сша купить пистолет чтобы он пришел по почте прямо домой легально естественно я вам расскажу три способа вот а пока я буду рассказывать я буду просматривать один веб-сайт который специально так сделать чтобы вы посмотрели сверху этот веб-сайт какой могли сами на него залезть если вам захочется из любопытства посмотреть какие тут цены вот этот веб-сайт он имеет самые дешевые пистолетные цены это как бы такое то есть вот эта фирма она скупает пистолеты у производителей те пистолеты которые производитель хочет быстренько распродать то есть они покупают по очень дешевой цене и продают по очень дешевой цене и так расскажу три способа а способ когда получаешь посылку домой с пистолетом это будет последний так что вначале расскажу два так сказать более обычных способов самый рядовой способ покупки пистолетов сша происходит таким образом человек идет покупает но я не буду разбирать случай покупки в магазине хотя в общем то можно и так сказать значит вы покупаете пистолет можете на интернете купить и в это и в этом случае этот пистолет приходит на адрес вашего ган дилера местного то есть пистолетный дилер получает посылку и он делает все оформление которое занимает несколько дней точно именно не могу вам сказать то есть для чего несколько дней оформления сделано специально если вы на соседа разозлитесь то вы не можете пойти магазин купить пистолет пойти и хлопнуть соседа то есть пройдет несколько дней места может быть три дня может быть 10 дней не могу сказать это самый как бы заурядный способ покупки пистолета то же самое происходит если вы идете в магазин покупаете пистолет то который там лежит в магазине то есть вы за него платить и проходит какое-то время причем вам его выдадут в это время также будет входить проверка человека то есть есть специальная организация которая занимается проверка людей вот значит это самый так стать обычный способ есть второй способ более как бы распространенный и более ускоренный значит что происходит в этом случае значит если у человека есть право на ношение пистолета скрытое ношение пистолета любой человек во флориде я живу во флориде любой человек старше 21 года у которого нет уголовной истории и у которого там и который прошел курсы пистолетные он может получить право на ношение оружие скрытное открытое ношение пистолета запрещается это полиция открыто носит вот и если у человека такое право на ношение есть то ему не нужно ждать не времени никакого если если у вас есть это это право на ношение вы идете в магазин платить теперь за пистолет проходит минут двадцать наверное или меньше они звонят по какому-то там номеру по этому номеру человека проверяют и поэтому телефону дают добро на выдачу пистолета человеку то есть также вы можете купить пистолет на интернете он придет к дилеру опять-таки как только он к дилеру при прибыл вы туда идете и забираете его после 20 минут на этом проверке теперь перехожу к самому интересному способу покупки пистолета она с винтовками там можно сказать то же самое там небольшие есть отличия но я щас про пистолеты так вот третий способ покупки пистолета про который наверное многие русские американцы не знают это когда под купил пистолетное на интернете и он тебе в посылки приходит прям домой дни к дилеру ходить не надо ничего не надо вот значит это делается в том случае если у человека есть удостоверение коллектора у называется license antique license по моему кюре а по жизни в общем это удостоверение коллектора оружия огнестрельного каким образом получается это удостоверение license по-английски человек пишет заявление там в эту организацию оружейную там это дело или на интернете я даже не помню у меня когда-то был license такой но он был лет 20 назад сейчас на такого нету вот и тоже там чека проверяют проходит какое-то несколько недель что ли и приходит человеку license вот этот вот license коллектора а еще такой момент чтобы это license получить местная полиция должна выдать тоже справку там что ты не уголовник и так далее вот то есть когда человек получает вот этот license то он может купить пистолет который является коллекционным что такое коллекционный пистолет коллекционный пистолет это пистолет который входит в список коллекционных коллекционных пистолетов список этот определяется оружейной организацией федеральной сша и несколько есть таких вариантов по которым этот пистолет может попасть в этот список один из вариантов если пистолет старше 50 лет но вы не можете самостоятельно принимать решение вот этот пистолет там старше 50 лет значит он является коллекционным нет это четко попадает в список вот и второй вариант попадание в этот список это если пистолет допустим какой-то был экспериментальный сделан там на заводе что-то в этом роде это не могу вам детали сказать теперь давайте я вам расскажу какие в общем-то пистолеты вы можете таким образом купить именно которые придут к вам домой вы можете купить там их их вообще очень много но я перечислю те которые наверно вам будет им поинтереснее вы можете купить револьвер наган раз он естественно стопроцентно входит и там ему сто лет или там 120 лет этому револьверу раз вы можете купить пистолет т.т. это именно должен быть старый пистолет они а дело том что сейчас в какой-то стране помощь в чехии что ли точно не знаю в общем производят до сих пор эти т.т. делают вот то ну точная копия вот то есть пистолет т.т. если старый то тоже вы можете купить вот так вот по почте и пистолеты макарова не могу точно сказать в каких стран выпуска потому что сейчас они в общем-то все старше 50 лет но я имею ввиду те которые тогда выпускались и там новые какие-то выпущены в советском союзе там или в россии то они конечно не подходят вот то есть вы можете купить пистолет макарова вы маузер вы можете купить естественно но маузер это вы губы не раскатывайте на него особенно потому что маузеры намного намного дороже чем макарова например вот приблизительные цены я вам сейчас скажу но когда у меня все все эти были меня был макаров болгарский у меня был т.т. румынский и у меня был наган вот значит я вам скажу цены которые сейчас в теции которые 20 лет назад нет смысла вам говорить сейчас пистолет макарова стоит наверное долларов 400 500 может быть приблизительно я говорю желать надо будет надо будет проверить более точно чтобы сказать может быть из 600 вот наган револьверный может быть там не знаю долларов 300 вот т.т. именно вот старинные не 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 нова не новые новые там новые там можно за 250 300 купить вот а вот старый может быть долларов 400 500 маузеры я затрудняюсь сказать потому что ну какой-то хламный полностью хламный маузер который с ржавым стволом из которого страшно стрелять и лучше вообще с него не стрелять может пойти тысячи за 2 может быть за три вот а в отличном состоянии маузер может и за 5000 пойти вот ну и там огромный с к с например можно тоже он и проходит под этот пропад эти коллекционные но мосинки естественно само собой сколько мосинка сейчас стоит в хорошем состоянии затрудняюсь сказать долларов может быть 300 350 ну вот на ли все я думаю что русский момент ну это все эта информация была всем мужчинам интересно в том числе многие русские американцы не знали об этом все пока всем удачи бай